Чем на самом деле опасны встречи с китами? Насколько большими могут быть обитатели водных глубин? И как завести дружбу с тюленем? Смотрите в этом выпуске! С вами СмартПицца, которые поразили весь мир. Гигантский морской дьявол Услышав это словосочетание, можно представить кого угодно, но точно не огромного ската под названием манта, который больше взрослого человека в несколько раз. Однако история, о которой я вам сейчас расскажу, крутится именно вокруг него. В 1933 году обычный купец из Нью-Йорка смог выловить ската размахом в 6 метров. Весил при этом здоровяк, по меньшей мере 2 тонны. Да, в морях иногда бывают манты и побольше, однако попадаться на удочку они точно не спешат. Согласитесь, поймать такого ската дорогого стоит. Нужно обладать необходимыми навыками и в то же время огромной удачей. А еще подходящей лодкой, как потом рассказывал купец, его лодка была не больше добычи, из-за чего в какой-то момент он запереживал и о собственной безопасности. Но, к его счастью, все обошлось, и гигантский морской дьявол был доставлен на сушу. Мужчина брал по 10 центов с человека за просмотр ската и за несколько дней собрал кругленькую сумму в 3000 баксов. Но если вам кажется, что данный скат – это предел мечтаний в плане гигантских существ, которых могли заснять люди, то просто взгляните на этот снимок. Я не уверен, насколько он реален, поскольку его автор решил остаться анонимным, но то, что здесь изображено, действительно поражает воображение. Размеры этого кита удивляют. Он смотрится как целый остров. Как вы думаете, подобные громиллы существуют в реальной жизни? Или это все-таки фотошоп? Напишите в комментариях. Ну а мы пока пойдем дальше и посмотрим на уже точно реального и куда менее крупного кита, который решил устроить мини-представление для рыбаков на лодке. Мужчина по имени Кенни Намовиц решил выйти в море недалеко от Нью-Джерси и заснял просто поразительную сцену. Прошло еще немного времени, и создание приблизилось к человеку. Оно оказалось уже в считанных метрах от лодки, и те, кто находились на борту, начали переживать за свою безопасность. А вдруг гигант их перевернет? Не переживайте, Кит просто захотел устроить людям мини-представление. Зла он никому совершенно точно не желал. Жаль, что люди не могут взять и зарыться в том же песке или среди камушков, чтобы подводные существа их не замечали. Это тот самый момент, когда быть моллюском гораздо круче. Когда моллюск заметил дайвера из следующего видео, он быстренько решил зарыться под землю. Ну а что, мало ли человек желает ему зла? Вполне верное и взвешенное решение, я считаю. Первым делом малыш зарылся целом в песок, но осталась видна голова. Тогда удивительное существо принялось забрасывать себя песчинками, и вот уже через некоторое время практически скрылось из виду. Чувствую подвох. А следующее видео лично мне показалось одним из самых напряженных, которые я когда-либо смотрел. Биолог из Австралии опустился на дно и заснял довольно подозрительную рыбу – подводного обитателя, который словно чувствовал что-то неладное. Оказавшись перед камерой, он останавливался и смотрел по сторонам, затем продвигался еще немного и вновь делал паузу. У меня одного сложилось впечатление, что этот песчаный окунь нас заметил. Вот это точно та рыба, от которой никто не скроется. Кстати, о внимательности. А вы в этом ролике ничего странного не заметили? Вон, взгляните еще раз, на заднем плане. Там все это время был спрятан африканский головохвост, который питается мелкими рыбами. Почему тот не напал на окуня, неизвестно. Может, посчитал, что тот его заметил? Забавно вышло, что камера дайвера по итогу спасла жизнь рыбе. Рыбопереросток. Услышав это словосочетание, о ком вы в первую очередь подумали? Я вот почему-то представил акулу, а затем мне в голову пришел сом. Думаю, у вас был кто-то похожий, но точно не группер. Однако приятели из Австралии, увлекающиеся дайвингом, во время одного из погружений повстречались именно с этим удивительным созданием, которое оказалось размером с человека. Поплавать с таким морским обитателем – огромное счастье для любого дайвера. Хотели бы оказаться на их месте? Напишите в комментариях. А вы знали, что заниматься дайвингом – это очень опасно? Опасно даже не столько для здоровья, сколько для вашего кошелька. Под водой огромное количество наглых воришек, готовых в любой подходящий момент стащить дорогую камеру. Для чего она им – никто не знает, но факт остается фактом. Морские обитатели частенько их забирают. Жаль, что в тот момент рядом с человеком не оказалось тюленя. А то эти ребята всегда рады нам помочь. И это видео доказывает их благие намерения на наш счет. Мужчина из видео, который к тому же врач по профессии, решил погрузиться под воду у берегов Великобритании. Почти сразу же проведать его выплыл тюлень. И тут началось. Они жали руки, обнимали, гладили друг друга. В общем, вели себя не как первые встречные, а как старые добрые друзья. Слушайте, а может ли быть такое, что тюлень почувствовал в человеке добрую натуру, которая к тому же спасает жизни людей, и именно из-за этого отнесся к гостю с такой теплотой? Впрочем, аквалангист предупреждает людей о том, что не стоит пытаться копировать его поведение. Сам он очень хорошо понимает тюленей, сравнивая их с собаками, но новичку они вполне могут показать свои мощные челюсти и острые зубы, поэтому контактов с ними лучше все-таки избегать. В то время как одни существа с удовольствием ласкаются с людьми, другие при виде дайверов всячески стараются им напакостить. Мол, ну а что они пришли к нам в дом? С такими мыслями акула из следующего видео и сняла с дайвера регулятор, чем неплохо так потрепало ему нервы. Забавно, что ответить на это человек никак не мог. Все, что ему оставалось, это собрать вещи и вернуться обратно на сушу, оставив акулу в покое. Искра Аквалангист из Таиланда совершил погружение в надежде поснимать прекрасную подводную жизнь. Но в тот момент он даже и подумать не мог, насколько редкий и одновременно прекрасный момент его ждет. Парень повстречал настоящую морскую черепаху, и между ними пролетело что-то вроде искорки. По крайней мере, мне так показалось, ведь черепаха намеревалась поцеловать дайвера. Естественно, взаимностью человек отвечать не спешил, это все же опасное дело. Но выглядело это все равно круто. Интересно, а какие мысли в тот момент были у самой черепахи? Для чего она вообще подплыла к человеку настолько близко? Если у вас есть свои догадки на этот счет, обязательно делитесь ими в комментариях под видео. А, мне кажется, я понял, почему черепаха подплыла так близко к человеку из прошлой истории. Она просто хотела разглядеть его лицо поближе и понять, он ли светил ей в глаза прямо среди ночи. Вот, посмотрите сюда. Какой-то дайвер не давал черепашке спокойно отдыхать и светил ей прямо в глаза. Человека можно понять. Он был голоден на исследования и открытия чего-то нового. Но ведь и черепаха тоже имеет право на личную жизнь. Когда животному это слишком надоело, она рванула в сторону человека и заставила того вырубить камеру. Жаль, мужчина быстро скрылся и панцирная его не догнала. Тем не менее, эта история ее сильно задела. Вот она и рыщет в поисках виновника, чтобы поговорить с ним один на один. Кстати, о морских черепахах. Эти существа и правда очень удивительны. Настолько, что от них трудно оторвать глаз. Но кое-где они все-таки не обитают. Единственным континентом, на котором не живут черепахи, является Антарктида. И тут вы меня спросите. А при чем тут это заснеженное место? Они же в воде плавают. Во-первых, вода там тоже есть, просто куда холоднее. А во-вторых, вне зависимости от вида, черепахи откладывают свои яйца исключительно на суше. Например, кожистые черепахи мигрируют за тысячи километров только для того, чтобы отложить свои яйца. Они вернутся на тот же самый пляж, на котором родились, и отложат их там. Черепахи, живущие на суше, находят влажную почву в лесах или болотах. Лишь если у этих существ нет другого выхода, они могут отложить свои яйца в воде. Но это самая крайняя мира. Если вы задаетесь вопросом, обязательно ли во время погружения под воду надевать маску, то просто посмотрите сюда. Мужчина даже никуда особо не нырял, он просто плавал недалеко от пляжа в Греции. Как неожиданно ему прямо к лицу прилип осьминог. Этот монстр наотрез отказывался отцепляться, словно дайвер сделал ему что-то плохое. Впрочем, после нескольких секунд отчаянной борьбы, дайвер все-таки отклеил приставучего осьминога и уплыл от него подальше. А то мало ли, что придет еще в голову этому подводному безумцу. Об осьминогах, к слову, мне тоже есть, что вам рассказать. Например, знали ли вы, что когда им страшно, они могут есть собственные щупальца? Да, прямо как люди грызут ногти. Главное в этот момент не пытайтесь подплыть к осьминогу, обнять его и шепнуть на ушко, что все будет хорошо. Ведь считается, что у всех осьминогов есть яд, исходящий от бактерий, которые живут внутри них. Большинству не хватает яда, чтобы навредить людям. Но укус маленького осьминога с голубой каемочкой или же синекольчатого осьминога может парализовать взрослого человека за считанные минуты. Тем не менее, принято считать, что осьминоги не нападают на людей просто так. Их атака – это мера предосторожности и способ защиты. Ведь хоть осьминоги и кажутся не самыми сообразительными, на самом деле они очень умны. Настолько, что эти существа, подобно шимпанзе или дельфинам, умеют использовать окружающие их предметы. В 2009 году ученые наблюдали, как осьминоги собирают выброшенные раковины кокосовых орехов и используют их в качестве передвижных домов. В то время как кто-то использует в качестве инструментов обычные окружающие их предметы, гигантский группер из следующего видео использует креветку в качестве своего личного косметолога. Ну а что вы думали? Записаться на прием к специалисту под водой довольно проблематично. Салон вечно затоплен и свободного места, разумеется, нет. Остается надеяться на волю случая, что та или иная креветка будет голодна и бесплатно проведет необходимые процедуры. Рыба, которую вы сейчас видите, приплывает к этому месту уже не первый раз. Со слов дайверов, она регулярно здесь ошивается именно с целью проведения косметологических работ. Несмотря на то, что групперу достаточно было бы всего лишь открыть пошире рот, и все мелкие приятели вмиг стали бы его обедом, он никогда так не делает. Вместо этого сообразительная рыбина позволяет креветкам ползать по себе, ведь те тщательно очищают ее кожу. Акула-нянька Вот скажите, разве акула с таким милым названием может причинить вред? Да, я тоже думал, что не может, но я никогда еще так сильно не ошибался. Группа дайверов опустилась под воду и заметила акулу-няньку маленького размера. В какой-то момент люди думали, как им не напугать это существо, но оказалось, что оно не просто их не боится, но и наоборот чувствует себя сильнее. Нянька напала на одного из дайверов и цапнула того за его гидрокостюм. На этом акт нападения считался завершенным, дайверы вернулись на сушу, а акула уплыла дальше по своим делам. На самом деле, людям еще повезло, что они повстречали такую маленькую представительницу семейства. Эти существа могут достигать почти 4,5 метра в длину и весить за 100 килограммов. А по этим широко расставленным глазам и забавным усикам их легко отличить от остальных акул. Пусть этот образ и лишен элегантности, но не привлечь внимания он не может. Кажется, что все с таким внешним видом нужно то и делать, что круглые сутки удивлять других подводных жителей. Однако акула-нянька почти все свое время проводит в изоляции от общества, прячется среди скал и камней и активничает лишь с последними лучами солнца. Под ночь акулы начинают патрулировать свою родную местность и искать, кем бы перекусить. Их любимым блюдом считаются мелкие рыбки и раки. Отыскав обед, акула переживает чудесную метаморфозу. Из обычной хрящевой рыбы она превращается в хищный пылесос, который буквально засасывает в себя врага через свою бездонную глотку. Нянькой же это существо прозвали за ее способность к яйцеживорождению, которая вообще-то есть у многих акул. Но у этой акулы ученые наблюдали этот процесс чуть ли не впервые, поэтому факт того, что рыба может рожать сразу боеспособных детенышей, удивил исследователей настолько, что они и назвали рыбу акулой-нянькой. Кстати, мне кажется, что та маленькая акула просто была не в настроении. Ну, или дайверы как-то некорректно себя повели. Потому что вот, взгляните на следующее видео, на нем все те же акулы-няньки, только они уже большие, и их сразу множество. А рядом стоит всего один взрослый человек без специального оборудования, и его никто даже не думает кусать. То, что человек может так здорово управлять рыбами, это, конечно, круто, но лично меня куда больше удивила следующая история. Люди, живущие в муниципалитете Лагуна, что на юге Бразилии, извлекают практическую пользу от соседства с дельфинами. Эти существа помогают им добывать рыбу. Только представьте, сначала дельфины гонят косяки в сторону рыболовных судов или берега, а затем с помощью кивков или ударов хвостом о поверхность воды сигнализируют людям о том, куда следует забрасывать сети. Рыбаки быстренько перебегают к нужному месту и достают рыбу, а затем с удовольствием кормят дельфинов чем-нибудь вкусным в качестве благодарности. Подобные случаи фиксировались сразу в нескольких районах, но только в лагуне это происходит на постоянной основе уже на протяжении 120 лет. А сейчас я расскажу вам, какое животное обитает в самой глубокой дыре в мире. Необычное погружение. Марианская впадина – это желоб в форме полумесяца, растянувшийся на 2500 километров к востоку от Филиппин и к западу от острова Гуам. Самая глубокая точка впадины, бездна Челленджера, находится на расстоянии 11 километров от поверхности Тихого океана. Эвересту, окажись он на дне впадины, до поверхности моря не хватило бы 2,1 километра. Даже страшно представить, сколько разных живностей там обитает. И ладно бы созданий там было просто много, так они ведь еще и все совершенно разные, местами даже не изученные людьми, как, например, это нечто. Акула-гоблин. На огромной глубине можно встретить и это создание. Своё название Акула-гоблин получила благодаря уникальному вытянутому носу с длинными челюстями и острейшими зубами. Обычно она обитает на глубине от 300 до 1300 метров, но, по словам экспертов, любит опускаться и ниже. Забавный факт. В истории был случай, когда люди нашли в проложенном на огромной глубине проводе ее зуб. Это говорит о том, что Акула-гоблин достаточно агрессивна и любознательна. Даже если объект не будет особо двигаться, она попробует его на вкус ради интереса. Радует хоть то, что эти монстры не вымахивают до аномальных размеров. Обычно их габариты следующие. 3,5 метра в длину и порядка 100 килограммов веса. Как вы уже поняли, удивляет Акула не размерами, а своим необычным строением. Тот же нос, помимо забавной формы, обладает массой фишек, в числе которых электрочувствительные клетки, помогающие при поиске добычи на непросветной глубине. А легко и быстро поймать добычу, Акуле помогают суперчелюсти, которые вооружены пятью-десятью огромными и острыми зубами. Они располагаются в несколько рядов. На верхней челюсти насчитывается 26 зубов, а на нижней – 24. Как только Акула находит свою жертву, она внезапно высовывает челюсти, используя специальную муску, и хватает ее намертво. Обычно добычей гоблина становятся всякие рыбки, кальмары, осьминоги и тому подобные. А еще у этого создания аж 25% массы тела уходит на… Угадайте, что? Да ладно, вы бы ни за что не догадались. 25% массы ее тела уходит на печень. Дело в том, что она заменяет ей плавательный пузырь. Будь этот орган меньших размеров, вряд ли она смогла бы так шустро гоняться за своей добычей. Глубоководный удильщик Про этих лучи перых рыб я бы не советовал читать перед сном. Больно уж они страшные и пугающие, способные вызывать у людей даже новые фобии. Благо, живут они на глубине в 3000 метров и выше обычно не появляются. Адаптировавшись к своим глубоководным условиям, их цвет кожи принял темный окрас. Таким образом, удильщика практически не разглядеть. Он без труда прячется в морской пучине и остается незамеченным даже когда проплывает мимо. Знаете, это тот самый случай, когда на месте остальных жителей Марианской впадины я был бы этому только рад. Потому что видеть этого монстра себе дороже. Для таких глубоководных рыб характерна шаровидная форма тела, большую часть которого занимает голова. Вдобавок к этому она имеет огромную пасть с устрашающе острыми, как бритва, зубами. Размеры этих монстров могут достигать одного метра. Причем это размеры самок. Самцы же меньше буквально в разы. Обычно они не крупнее 4 сантиметров. Но такие малютки нас не интересуют. Нам подавай этих ужасных и прожорливых самок. Кстати, об их питании. Желудок глубоководного удильщика может растягиваться до невероятных размеров. Самка может заглотить жертву в разы превышающую ее по размеру. В результате такой жадности она нередко погибает, так как не может выпустить добычу обратно из-за своеобразного строения зубов. Но почему она вообще бросается на слишком крупную цель? Да, потому что способ охоты у нее такой. Она врубает свою светящуюся удочку и ждет, пока кто-то подплывет к ней поближе. В моменте она просто цапает эту цель, не обращая внимания на размеры. Удильщик думает, что справится, а потом оказывается в незавидном положении, из которого нет выхода. Плащеносная акула Помните акулу гоблина? Хоть она и выглядела странно, но все же была похожа на классических представителей этих хищниц, правда? А вот плащеносная акула – это вообще другой левел. Как ее еще называют, доисторическая акула живет на глубине 500-1200 метров, и ее спокойно можно относить к живым ископаемым. По форме тела это скорее какой-то угарь, нежели акула. Тело у нее вытянуто, а спинные и брюшные плавники находятся сзади и расположены близко друг к другу. Хвост состоит из одной нижней лопасти. Челюсти расположились прямо по центру, а не снизу, как у других нормальных акул. А зубы имеют форму крючков с несколькими зазубринами. В общем, выбраться из этой мясорубки практически нереально. Самки снова больше самцов, но разница тут совсем не такая, как у удильщика. В среднем эти акулы достигают полтора метра в длину. По всей видимости, подобное строение тела является для акул оптимальным. Не зря же их считают одними из древнейших. Их самые первые останки, если что, датируются аж меловым периодом. Гримпотефтис. Кажется, чем глубже ты погружаешься, тем более ужасных и опасных созданий можешь встретить. Но забегая немного наперед, скажу, это не совсем так. Идеальный тому пример гримпотефтис. Этот розовый сгусток жижи ломает все стереотипы о глубоководье. Ведь что-то действительно угораздило. Такое милое создание поселится на глубине аж в 7000 метров. Студенистое тело не дает головоногому превратиться в лепешку от давления. Гигантские глаза ловят малейшие признаки света, а уши позволяют ему буквально парить в водных просторах. Но они лишь помогают ему. В основном же двигается наш красавчик ножками, которых у него 8 штук. Все они соединены перепонкой, которой гримпотефтис отталкивает воду через воронку, как при реактивном движении. Благодаря такому строению ног, ушастик может всплывать прямо со дна и парить в толще воды, регулируя движение своими слоновьими ушами в поисках пищи. Ест он всяких рачков, червей и прочую мелюзгу. Даже если добыча превышает его в размерах, он все равно ее слопает. Причем не по частям, а за один укус. Раз уж его тело такую глубину выдерживает, то и напор от переедания, я думаю, оно выдержит без труда. Малоротая макропинна. Альтернативное название этого создания – бочка глаз. И уже совсем скоро вы поймете почему. Эти глубоководные рыбки обладают прозрачной головой, сквозь которую они могут видеть своими трубчатыми глазами. Голова же, сквозь которую рыба следит за добычей, помогает защитить глаза, в то время как у остальных существ это работает совершенно по иному принципу. Бочка глаз поселился на глубине до одного километра и успел там освоиться. Например, рыбе под силу заметить жертву, которая будет находиться перпендикулярно ей самой. И вот вы уже начали догадываться, кого же ест макропинна. Пади снова сжирает цели крупнее ее самой, да? А вот и нет. Природа обделила макропинну, наградив ее столь маленькой пастью. Через крохотное отверстие могут проникать только маленькие морские жители. Не зря рыбе выдали столь оскорбительный эпитет. Малоротая. Размеры рыбы тоже небольшие – около 14-15 сантиметров. Но и это небольшое тельце требует пищи, поэтому рыба постоянно контролирует проплывающий мимо планктон и непрерывно им обедает. Так как на глубине его не столь много, малоротая макропинна регулярно поднимается выше, ест и возвращается на родную глубину. Интересно, я один не понимаю, почему бы ей не остаться на той глубине, где достаточно пищи? Зачем постоянно плавать то вверх, то вниз? Но, видимо, это уже совсем другая история. Да и не мое дело, в общем-то. Мое дело – рассказать вам об этом апостоле бездны с синей кровью, именуемом адским вампиром. Нет, это не пугающее мистическое существо, которое нужно поливать святой водой или прокалывать осиновым колом. Это вполне себе рядовой подводный житель – кальмар, который поселился на глубине в 400 тысячу метров. Он, в отличие от некоторых, не поднимается то вверх, то вниз в поисках пищи, а просто лопает любой упавший мусор. Проще говоря, гниль, которая просачивается сверху, поэтому жить на глубине ему в каком-то смысле даже удобнее. Общая длина этого существа – около 30 сантиметров, из которых 15 приходится на тело. В зависимости от условий освещения, тело вампира меняет свой цвет. Перепонки соединяют все 8 щупалец, каждая из которых покрыта рядами мягких игл или усиков. Присоски имеются только на концах щупалец. Прозрачные выпуклые глаза, в зависимости от освещения, тоже меняют цвет. А вот что окрас не меняет, так это кровь. Она у нашего адского гостя вечно голубого цвета. Это происходит из-за высокого содержания меди. Подобная концентрация позволяет вампиру эффективнее распределять кислород по организму, ведь в окружающей его ледяной тьме кислорода почти не растворено. Одни существа удивляют своим внешним видом, другие – рекордными размерами. Огромный скат. Что-то мне подсказывает, скаты у всех ассоируются с чем-то не самым большим. Это рыбы необычной формы, которых все побаиваются, обходят стороной, но в то же время ими сильно интересуются. Как оказывается, интересуются скатами не зря. Один любитель рыбалки недавно выловил самого крупного из когда-либо зарегистрированных представителей вида. Более того, пойманный скат оказался самой большой пресноводной рыбой, которую удалось выловить. Произошло это в Камбодже у одного из берегов реки Меконг. Местный рыбак поймал ската с длиной тела около 4 метров и весом порядка 300 килограммов. После того, как их теологи измерили ската и пометили передатчиком, его отпустили на волю. А рыбак получил компенсацию за то, что не разделался с рыбой и не продал ее, а сообщил о находке ученым. На самом деле, довольно любопытно слышать о таком аномальном весе скатов, Ведь обычно довольно много могут весить кости существа, в то время как у ската их вообще нет. Весь их корпус – это комбинация гибких хрящей. Даже челюсти состоят из них. Однако стоит отдать природе должное. Она постаралась и сделала пасть ската довольно прочной и сильной, способной раскусывать кальциевую оболочку моллюсков. А еще скаты могут охотиться в темноте, поэтому в теории от них нигде и никогда не спрятаться. Помогает им в этом способность улавливать электрические сигналы других существ. Атлантический тунец 1979 год навсегда войдет в историю рыболовства как минимум из-за одного события, произошедшего с Кеном Фрейзером, канадским рыбаком. Мужчина и подумать не мог, что в один счастливый день ему поддастся самый крупный в истории на тот момент и остающийся таковым до сих пор тунец весом 678 килограммов. Стоит отметить, что такого тунца рыбак ловил всего 45 минут, что по меркам рыбной ловли не такой уж и большой промежуток времени, когда речь заходит о гигантах подводного мира. С тех пор после той рыбалки в 79 году никто из рыбаков не смог побить рекорд по ловле атлантического тунца. Сложно поверить, что рыбы могут быть таких размеров. Подумал я про себя, когда увидел вот этого здоровяка сразу за тем гигантским атлантическим тунцом. У берегов Испании в сетях рыбака запуталась рыба-луна, которая превышала 3 метра в длину и столько же в ширину. В том регионе это было однозначным рекордом, но вот для первенства по миру на тот момент не хватило каких-то 200 килограмм или даже меньше. Рекорд, к слову, тогда был 2235 килограммов. Та рыба-луна была выловлена у берегов Сиднея, а современный рекорд удерживает рыба-луна, которую поймали у берегов Азорских островов в октябре 2022 года. Тогда выловили тушу погибшей рыбы весом 2744 килограмма. Вообще, мне кажется, что ловля рыбы-луны, если ее потом отпускать обратно на волю, конечно же, это интересное занятие. Создание имеет огромные габариты и в то же время совсем не желает человеку зла. Даже когда рыбаки случайно сталкиваются своими лодками с этими здоровяками, ответной агрессии никогда не следует. Рыба-меч Посмотрев за тем, как люди ловили рыбу-меч на этом видео, я задался вопросом. А как другим рыбакам удавалось проворачивать что-то подобное в одиночку? Как они ловили того же гигантского тунца или любую другую рыбу без помощи четырех рук двух друзей? Когда ты рыбачишь в компании, все смотрится гладко, плавно и легко, но убери из команды хотя бы одного человека, и процесс тут же затянется в разы, если вовсе не оборвется. Кстати, вот вам интересный факт об этом морском обитателе. Этот самый меч, в честь которого рыба была названа, не используется для того, чтобы протыкать добычу. Несмотря на всю свою остроту и длину, рыба-меч наносит им удар плашмя, создавая сильную волну, способную оглушить или как минимум дезориентировать оппонента. Белый осетр Следующая рыба, о ловле которой пойдет речь, была чем-то вроде местной легенды. Рыбаки и просто жители близ реки часто говорили об огромном осетре, который обитает в этих водах, но доказать его существование так никто и не мог. До тех пор, пока туда не прибыл один из главных ловцов речных монстров во всем мире – Джереми Уэйт. Ему удалось выловить самую крупную в Северной Америке пресноводную рыбу. Хоть она и не являлась рекордно большой, но точно входила в личные достижения опытного рыбака. В длину осетр был около двух метров и весил свыше 150 килограммов. А вот эта рыбеха, которая поддалась лишь целой группе рыбаков, явно не могла быть выловлена всего одним любителем рыбалки. Опытные ловцы рыб сумели поймать акулу-молот длиной 4,5 метра, которая весила более 400 кило. Пока вы смотрите на этого здоровяка, расскажу вам пару любопытных фактов об этой акуле. У нее есть небольшие чешуйки, которые расположены не так, как у остальных. Все они имеют ромбовидную форму и некие насечения по краям. Для самих молотов это не более чем способ защиты и повышения маневренности, но есть те, кому кольчушка может понадобиться в иных целях. Так, другие рыбы регулярно подплывают к акулам-молотам, чтобы потереться об их доспехе. Но не только чешуя этого существа привлекает интерес людей. Конечно же, главную роль в жизни акулы играет ее молот. На нижней части морды расположены датчики, считывающие малейшие колебания воды. За счет ширины молота охватываются более внушительные площади. Все это дает акуле увеличенную зону поиска электрических импульсов. Палтус Палтус длиной в 2 метра и весом около 70 килограммов. Такие вообще существуют. Оказалось, что да. Эта удивительная рыба с асимметричной головой, круглым ртом, смещенным вправо, и длинным и плоским корпусом в форме ромба довольно быстро клюнула на приманку одинокого рыбака. Он довольно долго с ней возился, но в конечном итоге все же поднял к себе на лодку. У этой рыбехи и так суровая жизнь хищника с острыми зубами и рабочим методом охоты. А если ее еще и габаритами такими наделить, то получится вполне себе достойный противник небольшим акулам и другим существам. Сом Сом – довольно известная рыба, которой мало кого можно удивить. Ее средние габариты составляют где-то метр в длину и 10-15 килограммов массы. Рыбак из Нидерландов тоже так думал, но вдруг в одном из местных парков он поймал вот такого монстра. Подводный обитатель был около 260 сантиметров в длину и весил более 125 килограммов. Как можно заметить по видео, парк в тот момент был не особо популярен, даже среди рыбаков. Но стоило мужчине поймать этого аномального сома, как вдруг популярность места выросла в разы. За судьбу рыбы не переживайте, ее отпустили обратно в воду. Более того, власти запретили ловлю большой мамочки. Так сома прозвали местные. Ученые говорят, что в ближайшее время этот сом может стать еще больше. Хотя, казалось бы, куда еще ему расти? Калифорнийская овчарка Как в выпуск про рыб попала собака? Что ж, такое странное название носит вот эта, не менее странная рыба с большими выступающими зубами. Интересный факт. Каждый представитель этих созданий начинает жизнь как самка, а затем превращается в самца. Калифорнийскую рыбу-овчарку нетрудно распознать по характерной черно-красной окраске. Кроме того, это одна из самых крупных и зубастых рыб в ламинарии. Они обитают небольшими группами вдоль скалистого побережья Калифорнии. В дневное время добывают пищу, а ночью покрываются слизью и скрываются под камнями от глаз хищников. Обычно их габариты не слишком большие, но тут рыбаки поймали просто аномальную калифорнийскую овчарку длиной едва ли не метр. Даже страшно представить, сколько кальмаров, морских ежей и прочей такой живности ей пришлось слопать, чтобы разрастись до таких габаритов. Гренландская акула одна из крупнейших акул в мире. Она может достигать почти 6,5 метров в длину и весить около тонны. Не менее феноменален и возраст, до которого эти гиганты доживают. Некоторые гренландские полярные акулы празднуют 400-летие и даже 500-летие. Логично, что за такой длительный срок жизни эта хищная рыба сможет приобрести просто неимоверные габариты. Несмотря на то, что гренландская акула один из главных долгожителей на нашей с вами планете, изучить ее достаточно хорошо не удалось до сих пор. Даже когда Джереми Уэйду пришлось опуститься в воду, чтобы измерить пойманного ими здоровяка, его сердце убежало в пятки, так как никто не знал о потенциальной опасности, которую рыба может нести человеку. Рыбка Аватар Когда следующая рыбка была поймана этим мужчиной, практически каждый зритель счел это за фейк или монтаж. Ведь и правда, таких милых и в то же время разноцветных созданий попросту не бывает. На самом деле это не так, и рыба Аватар более чем реальна. Пойманное им существо называют кинубеллой или волшебным губаном. Этот вид часто встречается в водах вблизи Японии и Китая, однако рыбы никогда не вырастают размером больше, чем ладонь. Пойманная же рыба была довольно крупной, что необычно для этого вида. Подобный окрас Аватар приобретает из-за того, что он питается не только водорослями, но и отмершими частями кораллов. Это делает рыбу далеко не самой вкусной, что, конечно же, играет ей только на руку. Единственный очевидный минус подобного окраса это маскировка. Вряд ли губан спокойно прячется в океане с таким ярким цветом чешуи. Хотя, кто их знает этих рыб? Раз они все еще существуют, значит, как-то научились решать вопрос выживания. И начнем мы с рекорда этого года. Это самый свежий рекорд в подборке, а вместе с тем, и один из самых необычных, ведь его поймал не матерый рыбак, а 11-летний мальчик. В мае этого года Колюм Петит вместе со своим отцом Стюартом рыбачил во французском городе Реймс. На рыбалке Колюм поймал огромного карпа весом 43,5 килограмма. Ему удалось это сделать с приманкой, которая была со вкусом бананового пирога. Карп оказался всего на 2 килограмма легче мальчика. Чтобы справиться с добычей, мальчику понадобилось 20 минут. Вода в реке не отличалась прозрачностью, поэтому рыбакам был неясен размер улова. Лишь когда отец мальчика решил положить рыбу в сеть, он понял, что это один из самых больших карпов в европейских странах. Так оно и было. Пойманный Колюмом карп стал рекордным и самым большим не только в Европе, но и в мире в 2022 году. Карпа не имя подходящее, ведь обычно карпы весят от 2 до 14 килограмм, так что пойманная особь и впрямь была большая девочка. Но что насчет еще более крупных девочек? Например, акул? Самая известная акула в мире большая белая. Неофициально ее называют акулой-людоедом. Она нередко нападает на людей, причиняя им тяжелые травмы, но иногда сами люди могут отомстить большой белой акуле, выловив ее из воды. Лучше всего это получилось у Альфреда Дина. В далеком 1959 году этот мужчина рыбачил у берегов австралийского города Сидуна, где выловил большую белую акулу. Подняв ее на поверхность и измерив, Альфред был шокирован. Особь весила 2664 фунта или 1208 килограмм. Как оказалось, особь стала крупнейшей рыбой в истории, когда-либо пойманной человеком. Более того, сама акула была необычной, ведь, как правило, масса большой белой акулы редко превышает 1100 килограмм. А знаете, у кого масса может запросто уходить далеко за тонну? У китовой акулы. Это самая большая акула и крупнейшая рыба планеты, которая может вырастать до 20 метров и весить более 30 тонн. В отличие от большой белой, китовая акула не нападает на людей, а мирно плавает, поедая планктон в огромных количествах. Но выловить можно и эту добрую акулу. Самый известный и рекордный случай произошел в Пакистане. Несколько лет назад пакистанские рыбаки вытащили из воды 12-метровую тушу китовой акулы. К сожалению, особь уже была мертва, но сам улов от этого не теряет эпичности. Как оказалось, эта пакистанская акула стала одной из самых выловленных рыбаками за всю историю. Акула была настолько крупной, что чтобы вытащить ее на поверхность, пришлось использовать технику. Тушу поднимали подъемными кранами. Промысел китовой акулы официально запрещен, поэтому мертвого гиганта охотно выкупил местный рыбный дилер, заплатив кругленькую сумму. Акула молот Можно сказать, та китовая акула была выловлена случайно, а если точнее, то на нее случайно наткнулись. Но такое происходит не только у берега, но и в море. Эти рыбаки пытались поймать на удочку черноперую акулу. Это небольшие зубастики, достигающие полутора метров в длину и весящие несколько десятков килограммов. Но вместо этого им попалась акула молот, одна из самых узнаваемых акул планеты с необычной головой. Акула клюнула на приманку и запуталась в лесках. На какое-то время акула молот оказалась обездвиженной, и рыбаки воспользовались моментом, чтобы измерить неожиданный улов. Он их поразил. Особь составила 4,5 метра в длину. Им попалась одна из крупнейших акул молотов в истории, ведь в среднем эти морские обитатели достигают лишь 3,5 метров в длину. Конечно, это был не рекордсмен всех времен, но все равно впечатляющий улов. Особенно круто, что акула попалась рыбакам совершенно случайно. Черный марлин Акула молот, кстати, является регулярным объектом коммерческого и любительского рыболовства в тропиках. Опытные рыбаки говорят, что поймать молота не так сложно. Они же говорят, что куда труднее поймать черного марлина. Этот вид лучеперых рыб славится своими проворными и умными представителями. Черные марлины прекрасно вырываются, умеют освобождаться от лесок и сетей и нередко обходят приманку стороной. Рыбаки говорят, что чтобы поймать черного марлина необходимо качественное оборудование, везение, а также от 10 до 14 часов времени. Кажется, взять этого ловкача можно только измором. Поймать даже обычного черного марлина невероятная удача. Что уж говорить о рекордных особях. На данный момент рекорд принадлежит Альфреду Гласселу. В 1953 году рыбак смог одолеть черного марлина у берегов Перу. На поверхность он поднял гиганта весом 707 килограмм. Это практически максимум, ведь предельный вес тела черных марлинов составляет 750 килограмм. Впоследствии другие рыбаки тоже вылавливали крупных черных марлинов, но еще никому не удалось подобраться к Гласселу в плане Вообще поймать черного марлина сложно еще и потому, что его рыло представлено длинным, прочным и острым копьем. При подъеме на поверхность рыба может травмировать рыбака. То же самое касается и меченоса, также известного как меч-рыба. Главная фишка этого морского обитателя так называемый меч, представляющий собой сильно удлиненную верхнюю челюсть. Меченосы не такие большие как марлины, весят меньше, да и немного уступают по длине, но они тоже являются желанной добычей рыбаков. На этих кадрах рыбаки целенаправленно отлавливают меченоса. В итоге им это удалось. Они планировали поймать рыбу весом в 20-30 кило, но вместо этого на приманку клюнул меченос весом в 115 килограмм. Но это еще не предел. В прошлом году рыбак Питер Шульц и его команда, принимая участие в рыболовном турнире, выловили 136-килограммовую меч-рыбу примерно в 80-ти километрах от берега в Вашингтонском каньоне. Чтобы выудить рекордсмена, рыбакам понадобилось 8 часов, но оно того стоило. За поимку победителям турнира вручили 542 тысячи долларов. Как видите, рыбалка вполне может сделать вас богатыми. Миссисипский панцирник На очереди еще одна опасная рыба Миссисипский панцирник или аллигаторовая щука. Эту рыбу недаром сравнивают с аллигатором. Она имеет два ряда крупных зубов в верхней челюсти. К тому же сама челюсть рыбы похожа на челюсть аллигатора. А некоторые эксперты считают, что она имеет сходство с рептилией в плане силы. Зубы у нее очень острые, так что она может перекусить даже кости. Несмотря на все эти жуткие факты, рыбак по имени Джон Моррис решился начать охоту на монстра. Результат вылов миссисипского панцирника весом 104 килограмма. Однако рыба была выловлена не на удочку, как другие участники этой подборки, а подстрелена из специального ружья. Но в таких обстоятельствах в этом нет никакого жульничества. А вообще рекордной особью считается не эта, а та, которую поймали в 1910 году. Она перед вами. Также есть сведения о панцирнике весом 127 килограмм и длиной 305 сантиметров, пойманном в Техасе в 1951 году. Счастливцем стал некий Билл Валверде, отправившийся на рыбную ловлю 1 января сразу после встречи нового года. Тунец Все вы прекрасно знаете о существовании такой рыбы, как тунец. Но знаете ли вы, насколько разными бывают тунцы? В то время, как некоторые из них достигают 50 сантиметров и весят всего пару килограммов, другие вымахивают до нескольких метров в длину и весят свыше полтонны. Например, на этих кадрах мы видим, как рыбаки поймали несколько синих тунцов. Как видите, рыбки эти вовсе не маленькие. Каждая из них весит свыше 200 килограмм. Только представьте, сколько банок консервированного тунца можно заполнить доверху таким уловом. Ну а рекорд всех времен пока что принадлежит Кену Фрейзеру. В 1979 году он поймал невероятного гиганта весом в 679 килограмм. Неизвестно, будет ли вообще этот рекорд побит, ведь сегодня ловля тунца строго регулируется, поскольку некоторые виды этой рыбы находятся в уязвимом положении. Как и в случае с тунцами, среди сомов, а точнее сомообразных, есть множество видов, и некоторые из них отличаются невероятными размерами. В их числе гигантский шельбовый сом, распространенный в реке Меконг в Юго-Восточной Азии. Максимальная длина тела составляет 3 метра, а вес 350 килограммов. Рыбаки не вылавливали настолько гигантских особей, но рекордные уловы все-таки есть. Например, в 2005 году в Таиланде был пойман шельбовый сом весом 293 килограмма и длиной 270 сантиметров. Чтобы вы понимали масштаб, примерно такими же размерами может похвастаться медведь-гризли, один из самых опасных и крупных хищников планеты. Улов рыбаков был признан крупнейшей пойманной человеком пресноводной рыбой. В то же время размер рекордсмена уступает крупнейшим осетровым. К слову о них, напоследок давайте взглянем именно на осетровых. Это семейство ценных рыб может похвастаться многими крупными особями. Английская пара Маргарет и Майкл Снелл из Солсбери не вылавливали настолько больших рыб, но свой рекорд у них есть. Рыбача возле канадского челивака, они поймали огромного четырехметрового белого осетра в реке Фрейзер. Размеры рыбы впечатляют. Неудивительно, что улов стал местным рекордом, а также одной из крупнейших осетровых пойманных человеком. А теперь я покажу вам новые случаи, когда Мегалодона засняли на камеру. Пугающий снимок. Думаю, представление такой легендарной рыбины, как Мегалодон, излишне. Каждый прекрасно знает, на что способен этот монстр глубин, но мало кто догадывался, что он может возникнуть из ниоткуда и едва ли не напасть на целую крупную лодку полную людей. Вот и мне казалось, что Мег это пережиток прошлого, высший хищник, который канул в лету. Однако автор следующего снимка так не считает. Мужчина, который мне его прислал, заявляет, что он с его друзьями заметил настоящего Мегалодона прямо во время путешествия по морю. Группа друзей отправилась к затонувшему самолету, желая найти там что-нибудь интересное, но по пути их встретил Мэг. Он не дал туристам так просто совершить погружение и заставил тех мгновенно развернуться и отправиться домой. Насколько этот снимок реален, судите сами, но лично мне он не кажется слишком правдоподобным. Хотя правильнее будет сказать не казался слишком правдоподобным. После кадров, которые вы увидите далее, я изменил свое мнение и по-другому взглянул на этот снимок вновь. Это действительно он. На самом деле историй, когда люди встречают гигантских акул, достаточно много. И вот одна из них. Это произошло с обычными студентами, которые наблюдали за подводным миром с борта учебного парусника. Ничего не предвещало беды, как вдруг они заметили гигантскую рыбину, проплывающую прямо под их кораблем. Разумеется, эта акула не могла быть одной из простых, привычных для нас. Габариты у нее были ненормальными. С другой стороны, верить в Мегалодона тоже не особо хотелось. Не хотел бы я оказаться в тот момент на месте учителей, к которым студенты тут же побежали с вопросами. Люди в комментариях под этим роликом разделились на несколько лагерей. Одни высказались в стиле «Мы же говорили, что Мег реален», в то время как другие призвали сохранять спокойствие и не беспокоиться. Якобы это была обыкновенная гигантская акула, питающаяся планктоном. Да, она была крупнее остальных, но тем не менее. А что думаете вы? Действительно ли люди могли встретить Мегалодона близ берегов Новой Англии? Напишите в комментариях. Эта гигантская акула была где-то на глубине. Разглядеть ее нормально так и не получилось, но судя по силуэту, она была очень большой, около 10 метров в длину. Возможно, это была одна из больших китовых акул, однако окрас у нее был странным, несвойственным этому виду. В любом случае, если это и правда был Мегалодон, как заявляет автор ролика, вскоре мы об этом узнаем. Он разрастется еще сильнее и уже не сможет скрыться от глаз близживущих людей. Хотя я бы на месте ученых, которые работают в этом городе, каким бы он ни был, отправил на дно моря исследователей и попросил тех проанализировать местность. Прямо как делали люди из этого ролика. Иногда путешествие на субмарине может оказаться крайне полезным. Настолько, что люди откроют новый вид акул или сильно удивятся, увидев уже известных ранее особей. Какой из двух вариантов произошел на этом видео, я не знаю, но эта акула точно всех удивила. В ее пасть свободно поместилось бы сразу несколько взрослых людей, что заставляет дрожать от ужаса, представляя ее полные размеры. К счастью для исследователей, они были за толстенным стеклом, через которое создание не должно было пройти, как бы ему не хотелось. поэтому они были спокойны, настолько, насколько это было возможно. Честно говоря, этот случай больше всего вызывает у меня сомнений на тему существования мегалодона. Кажется, будто это и правда может оказаться реально. Погружение в клетки Как вы относитесь к погружению в клетки? Ставьте лайк, если тоже никак бы к нему не хотели относиться, потому что это очень страшно и опасно. По сути, вы оказываетесь наедине с морскими обитателями, которые куда тяжелее, сильнее, изворотливее и смышленее вас. По крайней мере, в водной среде единственное, что защищает человека в этом случае, это несколько железок. Каким бы опасным и сомнительным это занятие ни было, для многих оно по-прежнему является эталоном экстремального времяпровождения. Поэтому они, особо не думая, идут, куда глаза глядят, погружаются на дно и с удовольствием следят за всеми вокруг. Интересно, людям все еще приятно находиться внутри, под водой, когда рядом с ними проплывает вот такая огромная акула. Да она же размером с целую клетку, разве нет? Мне кажется, что при желании она бы смяла ее за несколько сильных столкновений на скорости. В любом случае, людям на видео повезло и никакого нападения на них не произошло. Вот так встреча. На самом деле, опасность может поджидать человека буквально где угодно. Думаю, следуя именно такой логике, люди и погружаются на дно. Тут в каком-то смысле может быть даже более безопасно, чем на гавани, ведь рядом с ней тоже проплывают здоровенные хищники, которые к тому же никак не контролируются человеком. Девушка, которой посчастливилось снять эту акулу, рассказала, что та была не менее 10 метров в длину. Сама девушка опытный дайвер, но даже она впервые увидела подобный феномен среди хищниц. Вероятно, это был новый вид акул, или, как это обычно бывает, хорошо забытый старый. Ни на кого не намекаю, но вроде бы у мегалодонов был подобный окрас. Ладно, давайте отвлечемся от суеты и посмотрим затем, как работают спасатели. Если вдруг в море происходит на выдвигается спасательная группа на вертолетах. Они подлетают к месту происшествия и скидывают спасательную шлюпку, привязанную веревкой. Человек держится и его постепенно аккуратно поднимают на борт вертолета. Смотрится очень профессионально, быстро и надежно, если честно. Рад, что в мире есть такие опытные профессионалы. Кстати, а вы ничего в этом ролике странного не заметили? Вон, в правом верхнем углу, например, там же прямо в нескольких метрах от человека проплыла огроменная акула размером более 20 метров. Она была крупнее самой крупной из ныне живущих. Ну уж если и эту вы не сочтете за мегалодона, я не знаю, чем вас удивлять, серьезно. Вполне вероятно, кстати, что именно таким путем Мэг и старался поохотиться. Врезался в направляющийся в его сторону корабль и пробовал его на вкус. Акулы, кстати, частенько едят то, что видят впервые. Они просто очень любознательные и прожорливые одновременно. Близкий ракурс. Это видео получилось спонтанно, но оттого оно лишь страшнее и интереснее одновременно. Человек плыл по морю и опустил камеру под воду. Он рассчитывал запечатлеть маленьких рыбок, но вместо этого заснял юную, но уже удивительно большую акулу. Люди затрудняются сказать, к какому виду она относилась. Кто-то думает, что это была белая акула, кто-то, что это был мегалодон. В любом случае, все сходятся во мнении, что рыба была еще совсем юной, но уже очень большой. Интересно, почему акула не попыталась съесть камеру? Везение. Мне кажется, что единственное, на что важно обращать внимание во время погружений на дно, так это на уровень своего везения. Потому что если он довольно низок, велик шанс обратно не вернуться. В противном же случае, наоборот, даже если акула будет прямо над вами, да еще и сзади, вы останетесь целы и невредимы. Прямо как парень из этого видео, которому посчастливилось отделаться лишь испугом. Не знаю, почему акула решила его простить. Видимо, она была сытая, но выглядело это жутко. Сюрприз на берегу. К сожалению, разглядеть всю полноту картины, находясь под водой, довольно сложно. Размеры там оцениваешь не всегда верно, да и обстановка далеко не каждый раз спокойная и подходящая для размышлений. Скорее наоборот, а вот если монстра глубин выбрасывает на берег, это уже совершенно другое дело. Мы такому, конечно же, не рады, но наши маленькие исследователи где-то в глубине нас говорят об обратном. Люди, которые сняли этот ролик, заметили выброшенного на берег гиганта совершенно случайно. Издалека им казалось, что это кит, но подойдя ближе, они все до единого потеряли дар речи. Это явно была акула, но не простых размеров, а каких-то невообразимо крупных. Как она могла разрастись до подобного? Это остается загадкой по сей день. Ровно как и то, что с ней потом делали. Любопытно, что люди после встречи с этой акулой затихли, словно никого аномально большого они и не находили. Это не может не натолкнуть на мысль о том, что ученые или кто-то еще вышестоящий попросил очевидцев молчать. Может, они и правда встретили настоящего мегалодона? Кстати, у этого случая, как оказалось, была мини-предыстория. Очевидцы успели рассказать, что за несколько дней до этого инцидента они погружались на дно близ все того же берега и лично видели там вот эту огромную акулу. Вполне вероятно, что позже на берег выбросила именно ее. Она чувствовала себя неважно и именно поэтому не нападала на людей тогда во время встречи под водой. Поверить в такое совпадение конечно же нелегко, но все возможно. Но не только мегалодона тяжело поймать в объективы камер. Следующие герои нашего выпуска попадаются людям не чаще. Южный кит. Все знают о синих китах. Это самые большие животные на планете, а также крупнейшие из всех животных за всю историю Земли. Дела у них кстати не очень. Синих китов осталось немного, они находятся на грани вымирания. Но еще хуже дела идут у южных китов, рода из семейства гладких китов. Особенно плохи дела у двух видов северного гладкого кита и японского кита. Северная популяция насчитывает около 400-500 особей, а японская и того меньше, всего около 50 особей. Из-за относительно медленного передвижения, склонности плавать недалеко от побережий и высокого содержания подкожного жира, южные киты в прошлом были одной из самых желанных добыч китобоев. А сегодня, несмотря на то, что китобойный промысел запрещен в большинстве стран, человек до сих пор остается самой большой угрозой для этих видов. Из-за человеческой деятельности и изменения климата, эти киты уменьшаются в размерах. Как следствие, животные теряют способность к размножению, что потенциально грозит полным исчезновением обоих видов. Биса Возможно, вы никогда не слышали о бисе. Между тем, это один из самых необычных видов черепах на планете, а вместе с тем и один из самых малочисленных. Биса, бис или настоящая каретта является видом, который находится на грани исчезновения. По оценкам МСОП, в мире осталось 8 тысяч особей, из которых лишь тысяча кнездящихся самок. Ареал обитания этого вида простирается от умеренных широт северного полушария до умеренных широт южного полушария, однако гнездится бис лишь в тропических широтах. К сожалению, причина исчезновения этих черепах человеческая деятельность. На этих рептилии охотятся ради этих красивых панцирей, которые затем продают на черном рынке в целях изготовления из них ювелирных и декоративных изделий. Коммерческая торговля панцирями настоящих карет была запрещена в 1973 году, однако ситуации это едва ли помогает. На настоящих карет все еще продолжают охотиться, а охрана этих животных не дает нужных результатов. Калифорнийская морская свинья И последний герой этой подборки калифорнийская морская свинья, дела у которой идут крайне критично. Если предыдущие особи из этого выпуска исчисляются тысячами, сотнями или хотя бы десятками, то калифорнийских морских свиней можно буквально пересчитать по пальцам. И это не преувеличение. По данным ученых, в мире осталось около пяти особей этого вида, что делает эту морскую свинью одним из редчайших животных всей планеты. Калифорнийская морская свинья, которая также известна как Бакита, обитает в северной части Калифорнийского залива. Это вид небольших морских свиней, которые достигают 150 сантиметров в длину и весят около 50 килограммов. Не так уж и много, скажете вы, но по сравнению с другими морскими свиньями это мало. Например, белокрылая морская свинья достигает двух метров в длину и весит свыше 200 килограмм. Как и в предыдущих случаях, на популяцию вакит оказала влияние человеческая деятельность. Из-за незаконного рыболовного промысла в Калифорнийском заливе этих созданий становилось все меньше и меньше и сейчас их уже совсем мало. Несмотря на то, что с 2015 года в Калифорнийском заливе запрещено использование жаберных сетей, это вряд ли сыграет свою роль. С большой вероятностью мы являемся последними свидетелями существования вакит, которые совсем скоро вымрут окончательно. Вернемся к мегалодонам. Думаете, эти гиганты были неуязвимы? Это может звучать странно, но даже у таких монстров были достойные противники. Скутозавр Скутозавр уникальное существо, не похожее ни на одно существо древности. Скутозавра можно не постесняться сравнить с камнем, только взгляните на кадры, которые воспроизводят возможный внешний облик животного. Скутозавр был открыт экспертами около ста лет назад в России и назван в соответствии с его переводом на английский язык как щитовая ящерица или ящер с щитом. Или на щите. По правде говоря, это имя очень даже подходящее. Скутозавр был длиной до 3,5 метров, весил около тонны и при этом имел толстые кости и громоздкие мышцы. Также большая часть наружной поверхности животного была защищена твердой как камень броней. Все эти факторы в совокупности делали скутозавра очень сложной добычей для хищников. Правда, главной его проблемой являлась медлительность, ведь такую ношу тяжело носить каждый день еще и быстро. Интересно, что на самом деле эти существа являлись доисторическими животными вроде буйволов. Они бродили по поймам Евразии точно так же, как современные коровы и буйволы стадами. На самом деле они довольно безобидны, так как травоядны, но если бы вы встретили их в наши дни, они бы повели себя точно так же, как слоны или носороги. Проще говоря, они бы не стали долго возиться с незваным гостям и затоптали его. Спинозавр Спинозавр считается одним из крупнейших плотоядных динозавров, что обязывает его попасть в список самых огромных и устрашающих монстров древности. Останки Спинозавра были найдены в Египте в 1915 году. Тогда среди археологов произошло недоумение, так как некоторые были убеждены, что это были и останки знаменитого Тирекса. Скудные окаменелости, которые, как утверждается, были уничтожены во время Второй мировой войны, не могли прояснить картину. В частности, насколько был большим или маленьким динозавр по сравнению с тем же тираннозавром. Позднее обнаруживалось все больше и больше останков, и эти находки положили конец всем вопросам, которые ставили специалистов в тупик. Спинозавр вырастал от 12 до 15 метров в длину и весил до 7-8 тонн. Также эксперты смогли установить по останкам черепа, что его морда была похожа на крокодилью. Это означает, что он мог долгое время находиться в воде, а следовательно, питаться там же. Его мобильные, универсальные размеры позволяли охотиться как на гигантских черепах и крокодилов, так и на других динозавров. Гигантопитек Гигантопитек имеет очень много общего с современным орангутангом. Он был преимущественно травоядным и очень редко нападал на других животных. Правда, выглядел он так внушительно, что с первого взгляда можно подумать обратно. Он мог достигать 3-4 метров в высоту и весить колоссальные 500-600 килограммов. Гигантопитеки обитали на нашей планете 100 тысяч лет назад. Причиной их вымирания стало изменение климата, которое, как считается, значительно сократило предпочитаемую ими фруктовую диету. Вероятно, эта гигантская человекообразная обезьяна сосуществовала с человеком прямоходящим, нашими ранними предками. Так что климатические изменения, урезавшие запасы пищи, означали жесткую конкуренцию между этими двумя видами. У наших предков были альтернативные варианты питания, это позволило им выжить, а вот гигантопитеки не смогли отыскать замену фруктовому рациону. Как вы думаете, смогли бы люди и гигантопитеки ужиться, если бы не недостаток пищи? Поделитесь своими мыслями в комментариях и смотрите дальше, чтобы увидеть еще больше невероятных доисторических монстров, которых боялись даже самые опасные создания в истории. Гарганопс Вашему вниманию представляется горганопс или как его еще называют лицо горгоны. Когда-то этого грозного животного считали чем-то средним между млекопитающим и рептилей. Может быть, именно такое сочетание послужило столь необычному и жутковатому внешнему виду. Но ученые все-таки сходятся во мнении, что главной причиной стало нестандартное строение и структура костей животного. Гарганопс имеет заостренные длинные зубы и длинные клыки, а также строение ушных раковин, как у обычного млекопитающего. Единственное, что еще может напоминать млекопитающего, это способ передвижения, а конкретно строение мышц ног. Неизвестно, имел ли он мех, шерсть или чешую, поэтому рептилией горганопса можно назвать снатяжкой. Самые большие особи могли достигать размеров крупного медведя. Интересно, что 12-сантиметровые клыки появились у этих монстров в ходе эволюции плотоядных, что означает, что они были прекрасными охотниками. Удивительно, что горганопс одно из наименее известных доисторических существ, о котором много знают только истинные специалисты. Они-то уж точно в курсе, что это не то животное, встреча с которым оказалась бы приятной. Артоплевра Столкновение с ползучими существами не самый приятный опыт, который можно испытать, особенно, когда это многоножка длиной более двух с половиной метров. К счастью, такая встреча могла бы произойти только 314-290 миллионов лет назад. Артоплевра по праву считается самой большой многоножкой из когда-либо существовавших. Интересно, что такие огромные размеры никогда не мешали существу в быстром и удобном передвижении. Останки, найденные археологами, показывают, что она была довольно подвижной и не имела проблем с поддержанием синхронности своих ног. По мнению ученых, внушительные размеры, которых достигал этот род, обусловлены высоким содержанием кислорода в то древнее время. В отличие от сегодняшнего 21% содержания кислорода в атмосфере, те 30% кажутся значительными. Стоит отметить, что Артоплевра не являлась хищником, так как ее диета позволяла насыщаться животному надолго. Астраспис Эволюция лучший друг видов животных, которые страдают от издевательств. Прекрасный пример Астраспис, рыба, которая превратилась из беспомощной добычи в гораздо более сильное и выносливое существо. Правда, на это ушло несколько миллионов лет, но все же Астраспис выжил в основном из-за питательных веществ, которые были разбросаны по древнему морскому дну. Это сделало его, как бывает со всеми неплотоядными, желанной добычей для хищников. Таким образом, Астраспис стал едой почти для всех остальных населяющих океан существ во время ордовикского периода. В конце концов, на это существо охотились так часто, что оно эволюционировало. У Астраспис появилась более жесткая броня для головы и тела, защищающая его от хитрых хищников, например, от первых акул в истории. К сожалению, увеличив прочность своей внешней защиты, Астраспис значительно набрал в весе. При длине в 20-25 сантиметров, вес особи мог достигать нескольких килограммов, что, конечно, снизило скорость и поворотливость в воде. Нотазавр Этот необычный род связан не только с рептилиями древности, но и с ящерицами и змеями. Это подтверждает догадку многих исследователей о том, что нотазавры потомки динозавров. Нотазавры жили во время Триасового периода, около 247-201 миллиона лет назад. Животное можно узнать по характерным признакам, по 4-метровому худому телу и длинным вытянутым чертам. В отличие от динозавров, нотазавр очень комфортно чувствовал себя в воде и вел образ жизни, схожий к которому мы сейчас можем наблюдать у тюленей. Что делает этого животного действительно пугающим? Его способ охоты. Он, конечно, мог просто хватать и есть рыбу и других морских млекопитающих, случайно попавшихся на пути, но его уникальной способностью было откапывать скрывавшихся в морском дне существ. После того, как бедная жертва была найдена нотазавром, у нее не оставалось ни единого шанса на выживание. По правде говоря, вся информация о нотазавре лишь предположение, так как еще ни один эксперт не нашел значимых доказательств о его образе жизни. Возможно, это существо является дальним родственником или ранним предком наших современных ящериц. Плакодерма Плакодермы или пластина кожи рыбы были очень длинными морскими существами, существовавшими во время Девонского периода. Это десятиметровые существа, которых чаще всего можно было встретить на мелководье в Марокко, Америке и даже Европе, судя по некоторым данным. Помимо ужасающего внешнего вида, Плакодерма также известна как одна из самых грозных морских хищников. Она могла проглотить за один раз несколько косяков рыб, причем делала это очень быстро и эффектно. К счастью, это существо больше не бороздит океаны нашей планеты, поэтому маленькие рыбки могут быть спокойны. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какое доисторическое существо впечатлило вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.